6 апреля 2018 год на даче ручейки ручейки время сам ручейки делает пойдем температуру посмотрим какая и будем нарушать традицию так на улице плюс 9 градусов время 12 часов тепло хорошо но ветер холодный что говоришь весну хочу хочу весну да завтра опять обещают завтра зиму вот под кусты туда носи проходи проходи как я таки даю на газон не ложи вон на дорожку кидай на дорожку кидая на газон нет потому что от этих потом проплешины будут выплевает на дороге ладно там впитается на газон не надо ложить снег потому что под этим сугробом потом он уплотняется трава пред и потом проплешины делаются так продолжаю носить воду в баню вот так проваливаем все же снег не держит опа не упасть водичка хорошо купится быстро как кран открытый из трубы одно ведро уже налива можно носить в баню так тут у нас бардак осенний все закинуто судорожно ничего не доделал долгострой тут у нас предбанник веники сушим и все прочее вагонка для зашивки лежит беседки на там баня буду сейчас воду на дачу не поехали вчера в три часа начался дождь лил всю ночь вот сейчас время час дождь перешел в снег идет снег похоже пасха как в прошлом году повторится такая же сегодня тема разговора выращивание укропа условиях крайнего севера культуру то есть все знают но не у всех она получается в выращивании так немножко расскажу об укропе укропа это многолетние травнистые растения но у нас она в рощи выращивается как однолетние она южная средний зеном средний земноморская укропе содержится много минеральных веществ особенно калия фосфора железо кальция в укропе есть все что необходимо для функционирования организма и особенно кровеносной системы немножко расскажу об агротехнике и выращивании укроп очень не любит сырые места за стоим воды место ему нам нужно солнечное не сырое чтобы земля была рыхлая плодородная с нейтральной реакцией по 6 7 можно даже слабо щелочную состав земли лучше сделать легкий плодородный как я уже сказала там чтобы входило перегной ни в коем случае навоз потому что эта культура быстро растущая и навоз не нужно вводить состав этой земли потому что он скапливает нитраты три части значит я делаю как три части земли песок одну часть и перегной три части посадка а посадке тут но много можно чего говорить есть посадка под зиму но у нас в условиях крайнего севера это рискованно потому что у нас часто бывает зимой оттепели и семена успевают нам намокнуть а потом сильно морозы их просто разрывает и получается очень низкая схожесть если под зиму садить хочется то значит лучше это сделать когда уже с осени подготовить грядку заправить ее потому что укроп как быстро растущая культура он меньше всего нуждается в подкормках ну конечно есть сорта вот поздние которые те да те можно подкармливать будет потому что у них время роста до 60-70 дней а ранее сорта лучше заправлять сразу землю потому что они в течение 30-40 дней вырастают посадка большим семена у нас на севере лучше чтобы быстро взошли сразу убрать снаружи снаружи эфирные масла путем вымачивания вымачивает надо 3-4 нет 3-3 дней на 2-3 дня хватит потому что на 4 день они могут прорасти в теплой воде вымачивать меняя воду часто чтобы эту оболочку растворить из эфирных масел потом подсушивать делать это процедуру непосредственно перед посевом потому что потом хранение они уже семна эти не подлежат выращивать высаживать высеивать можно уже при температуре воздуха плюс 3 плюс плюс 5 семена посеянные например как под озимом они выдерживают вот весной когда начинают земля оттаивать то до минус 4 выдерживают так про подкормку я сказала что не надо подкармливать лучше заправлять сразу землю я пользуюсь минеральным удобрением есть такие сорта в общем выведена в реестре более 60 сортов есть сорта поздние есть сорта ранние есть сорта средние есть кустовые вот кустовые у нас на севере не успевают вызревать семена у них а некоторые даже вообще не успевают образовать зонтики расскажу немножко о сортах чем у меня ранее ранее сорта если выращивать их на зонтики для засолки для консервации например я выращивала сорт грибовский у него мало зелени там сколько образуется но примерно листиков 8 а потом уже идут стебелечек и зонтики получается что зелень у него можно брать только когда он молодой но мне понравилось у него что можно у него оставлять можно два три листика макушки как бы выщипывать чтоб кушать а потом у него пазушные почки просыпаются и у него образуются новые приросты которые можно снова использовать в пищу а некоторые можно оставлять для вызревания зонтиков чтобы потом они пошли в засолку консервацию так про кустовой немножко расскажу кустовые лучше у нас чтобы семена вызрели надо сеять рассадой вот сейчас я буду делать рассаду есть кустовые есть просто позднее у них немножко внешний вид отличаются они друг от друга все год я буду сорта садить и те и те в общем ранний поздний и средний но чтобы вызрели семена вот аллигатор например мне нравится укроп я буду садить его через рассаду у укропа корневая система очень длинная как у морковки потому надо горшочки брать высокие не меньше 10 сантиметров чтобы корешку было куда расти посадка семян в открытый грунт семена надо глубоко не заглублять делаем бороздки и буквально чуть-чуть слегка прицепать землей и обязательно надо полить если у вас вы их предварительно ним не вымачивали и закрыть пленкой сверху про грядки я уже сказала что надо высокие грядки им потому что у них корневая система стержневая они корень у них уходит очень глубоко и когда они уже рассада подрастает она уже не нуждается в поливе потому что корень уходит глубоко до воды достает и он сам себя начинает подкармливать но есть конечно очень сухо то его надо поливать кустовые сорта опять же возвращаюсь к ним их лучше у нас высаживать через рассаду потому что в основном эти сорта идут южные и они нуждаются в укрытии во временном или их можно садить летом у них хорошая зелень получается уже садить в июле месяце как бы повторный посев делать немножко расскажу про семена укроп я стараюсь выращивать свои семена сею тот сорт который мне нравится лучше конечно закрытом грунте у нас на севере так они есть гарантия что они не потеряют свою сортность перекрестным выпылением и вызреют хорошо семена свои семена я потом как они коричневого цвета становятся зонтики я срезаю подвешиваю пучки стелю под них бумагу и они у меня так досушиваются примерно месяц в тепле дозариваются потом я их шелушу ну отделяю от стебельков провеиваю через сито пропускаю от мусора от лишнего храню семена в холодильнике чтобы они дольше не теряли схожесть свои семена обычно в холодильнике в дверях хранятся до трех лет на магазинские семена насколько я уже наблюдала за этим делом они теряют схожесть уже на следующий год хоть ты и даже хранишь холодильнике они могут уже не взойти или схожесть теряют примерно на 50 процентов семена свои перед посевом я обрабатываю термическую обработку не делаю горячей водой температуры 50 градусов в течение 30 минут как бы легкой дезинфекцией а потом в марганцовке обрабатываю в общем горячей водой это от вирусных заболеваний там а марганцовка идет от грибковых заболеваний тоже 30 минут но то я делаю непосредственно перед высеванием семян потом вымачиваю их двое-трое суток подсушиваю слегка и высеваю высевать начинаю я в основном когда уже сильных морозов нет земля тает перекопанная обычно у меня всегда приготовленная заранее сверху рассыпаю удобрение я пользуюсь за фоской рклю немножко уплотняю слегка и сею сею рядами между рядами 20 сантиметров а между семенами 5 сантиметров чтобы было им хватало питания и они как бы не конкурировали друг с другом сильно не вытягивались и тогда вырастает хорошая розетка у укропа кустистый который кустовой укроп когда он сходит я его стараюсь укрывать от заморозков вот которые ранее сорта они более холодостойкие они выдерживают заморозки утренние примерно до трех градусов а вот кустовой он более нежный его если предвидится заморозки лучше укрыть поставить дуги и укрыть семена я сажу неглубоко буквально на 5 миллиметров поливаю теплой водой грядку начи ставлю дуги и укрываю пленкой а для семян если мне надо то значит я вас сейчас дома буду выращивать рассаду вот в этих плошках они мне высокие сделаю дренаж так как семена магазинские я их и буду высевать дома я их не буду не дезинфицировать не вымачивать будут они у меня расти в этих плошках посмотрим через какое время они взойдут понаблюдаем сегат я буду сорта садить аллигатор это кустовые салют кибрай каждого сорта по 2 рядочка и посмотрю как они будут отличаться вообще нет считаются поздние сорта до состояния зонтиков они им надо 70 80 дней у нас на севере потому что у нас лето бывает холодное и чтобы образовали они зонтики ну до образования зонтиков проходит примерно 70 дней средние спелые сорта они у них немножко поменьше а у них где-то 40 50 дней вот буду сорт вологодский кружева я уже посеяла в теплицу для ранней зелени лесногорский буду садить тоже в открытый грунт вместе с ними геркулес тоже буду садить посмотрим как чем они отличаются понаблюдаем за ними как они будут развиваться так ну вот сейчас я буду сеять семена буду сеять салют и аллигатор два этих сорта кустовых земля у меня заправлена удобрением для цветов перемешана добавлены песок потому что в грунтах которые продают очень мало питательных веществ рассада растет очень слабая сразу значит заправила я сюда удобрения для их роста отверстия не делаю делаю дренаж из песка уплотнила грунт будут два сорта сейчас я бирочки наклею с названием с датой пассива и сорт поздний средний или ранний подпишу семенами буду сеять сухими семена должны зайти в течение восьми десяти дней если у них хорошая схожесть у этого укропа заодно и проверим его схожесть сейчас я немножко полью такую ложку надо садить не больше пяти семечек потому что растение будет крупная и чтобы ему хватило питания растение будет в этой баночке до полутора месяца ну вот посадила по 5 семечек здесь и здесь 5 семечек сейчас присыплю немножко земелькой 5 миллиметров буквально и польем полить надо обязательно чтобы у них растворилась это оболочки из эфирных масел так мобильный польем чтобы они растворяли эти эфирные масла поставим в теплое место чтобы быстрее зашли и на солнышко для прорастания им нужен цвет семенам укропа вот так вот салют поздний и аллигатор поздние заодно и проверим схожесть семян этих которые хранились у меня в холодильнике купленные у меня в прошлый год пролежали год чем отличается кустовой укроп от обыкновенного у него короткие междоузли и у него образуется сильная розетка такая мощная листья у них у этих укропов крупные очень сочные потому их надо садить когда уже тепло потому что они очень нежные и могут повредиться от заморозков у укропа кустового у него короткие междоузли и из-за этого получается что он как растет как пучком как у морковки такой же пучок сначала но потом уже начинает стебель вытягиваться и он уже достигает высоты выше метра метр двадцать метр пятьдесят в зависимости от сорта стебель становится мощный я сушила его он мне как бы на вкус не очень понравился сухой который ранний сорт и средний те более в сухом виде понравились больше а вот кустовой укроп он больше подходит кушать в свежем виде ну ладно сейчас я немножко расскажу о сортах тут у меня выписаны несколько сортов так еще я вот хотела бы рассказать вот культуры например чтобы прежде чем заправить землю под как определенную культуру я всегда читаю химический состав этой культуры например что в нем всего больше содержится например калия там магний например надо или там железо или еще чего и когда я заправляю землю удобрением я сразу добавляю эти микроэлементы чтобы растение росло не нуждалось в этих веществах потому что торф у нас очень бедный в нем железа много да а остальных веществ очень мало хотя уже вроде у меня оккультурины землю но все равно торф он геороскопичный из него очень быстро вымываются все минеральные вещества полезные и потому каждый раз мне приходится вносить снова все заправлять на суглингах культуры все эти совсем по-другому себя ведут а у нас на торфе совсем по-другому и на юге у них можно практиковать зимний посев без ущерба а у нас эти подтайки и подморозки очень много семена рвет от мороза потому что не успевают набухнуть еще хотел бы я сказать что укроп очень не любит сырости у него корневая система глубокая его поливать только надо когда он маленький когда он уже укоренится он уже не нуждается в поливе если уж только очень сухо тогда да, тогда его можно поливать и то изредка так про посев я сказала уже что его надо сеять редко особенно кустовой чтобы кустик от кустика ну я сажу как бы 20 сантиметров в ряду а кустик от кустика чтобы рос примерно 10 сантиметров потому что у него такая кочка образуется в диаметре примерно 15 сантиметров и чтобы ему расти было место у кустового укропа можно брать на еду листики выламывать но не повреждая ростовую почку чтобы он не прекращал свой рост ни в коем случае нельзя срывать все листья оставлять надо хотя бы два листа и ростовую почку чтобы он мог дальше вегетировать ни в коем случае нельзя полностью обрезать то еще хотелось сказать заболевание не знаю я не замечала на нем бывает иногда тля но если это посадки очень густые туда тля бывает заводится а если вот посадки нормальные сделать чтобы они проветривание было все то нормально он вегетирует на нем никакой заразы я не наблюдала и очень важно чтобы если вот например у меня торф то я грядки делаю приподнятые чтобы вот как прошлый год если лето будет дождливое то они должны на возвышенности расти иначе у них корневая система очень быстро от сырости загнивает и потом он уже не восстанавливается он просто гниет на корню и все что я еще хотела сказать про него да наверное уже и все сейчас про сорта немножко расскажу выписывала сорта характеристики кому интересно так 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 сорта укропа вот вологодские кружева которые я сеяла это среднеспелые сорта вегетационный период 35-60 дней это значит в 60-дневном в возрасте он только начинает образовывать розетку с семенами как растение компактное высокое листья темно-зеленые с московым налетом устойчив к стеблеобразованию ароматный так сорт геркулес среднеспелый тоже так же как вологодские кружева характеристика он низкорослый розетка прямо стоячая слегка раскидистая листья зеленый со слабым восковым налетом и ароматом холодостойкий можно его несколько раз высевать аллигатор средне-поздний ну поздний я его считаю куст мощный высота у аллигатора до 160 см достигнет лист крупный темно-зеленый сильно рассеченный сочный с сильным приятным ароматом сорт холодостойкий позднее заложение зонтиков быстро отрастает после срезки но вот как я рассказывала что нельзя обрезать все листья надо оставлять для вегетации хотя бы два листика лесногорский среднеспелый сорт тоже до 65 дней розетка листьев до 30 см это вот когда до образования еще стеблей 30 см лист крупный темно-зеленый со слабым налетом сильно блиственный замедленное стеблеобразование сорт салют позднеспелый тоже там до 80 дней в 80 дней возрасте образует только семенную розетку зонтик высота высота его достигает до 150 см лист крупный зеленый с сизый голубым налетом зелень нежная сочная с сильным ароматом вот кто любит с сильным ароматом укроп значит вот сорт салют можно садить урожайность хорошая длительное использование на зелень так поздно образует зонтики ну да я как уже сказала кибрай тоже поздний сорт универсального назначения листья крупные зеленые сочные ароматные розетка крупная до 40 см ну вот как я рассказывал кустовые розетку образуют так вот высота у них в общем листа этого до 40 см это лист с желтоватым оттенком с легким восковым налетом холдостойкий устойчивость к стеблеобразованию для семян для образования семян вызревания садить под пленку или рассады как я рассказывала ну вот несколько сортов которые выписала может кому-то это и пригодится сортов очень много обязательно надо интересоваться что это за растение какой у нее внешний вид будет и для чего он будет пригодный у меня была практика укроп я садила чередуя с морковкой мне понравилось хотя пишут что у соседей соседей укропа хорошо он уживается ну как уплотненная посадка с картофелем с огурцами с капустой с луком и чесноком ну вот пишут что нежелательность с мином петрушкой морковью вот с морковью я садила мне понравилось они получается что морковка ему создает немножко тень и влага сохраняется морковку я поливаю только тогда на как только семена сходят а потом я ее не поливаю и укроп тоже почти такая же агротехника и мне понравилось выросли растения мощные и по-моему они даже друг другу нисколько не мешали чередовала я ряд рядами ряд морковки и ряд укропа ну вот пока мой разговор об укропе выращивание на крайнем севере у нас в Архангельской области гипотезе подожди у нас в петербурге у нас в петербурге оставить